Мне нравится водить. Это не то, чтобы сложно, не то, чтобы легко, но нравится сидеть за рулем. Да, да, не удивляйтесь, Владу 13, а он уже три месяца управляет автомобилем. Конечно, под руководством инструктора на автодроме делает змейку, заезжает в гараж, паркуется. В одной из автошкол Барнаула детей обучают спортивному вождению с 8 лет, а в 11 они уже участвуют в соревнованиях и получают разряды. Понятно, что собственные права у Влада появятся не раньше 18 лет. Хотя, если инициативу примут на законодательном уровне, то может быть и в 17. К слову, мнения барнаульцев насчет возможного изменения возраста получения прав разошлись. Мне кажется, это не от возраста зависит, а от самого человека. Кто-то и в 14 готов, а кто-то и в 25 еще не созрел для этого. В 17 лет, мне кажется, не готовы у нас эмоционально дети садиться за руль и соблюдать правила дорожного движения. И как-то быть включенными вообще в процесс и понимать про безопасность на дороге. Здесь стоит уточнить, что выдавать права руководство ГИБДД, если и планирует, то исключительно тем, кто с детства изучал правила дорожного движения, как юный инспектор. А после 14 лет в юношеских автомобильных школах. К тому же продолжительный период времени, а не 3 месяца, как это обычно происходит в случае со взрослыми. Если сейчас вот эту инициативу дать и просто посадить малышей за руль, они, конечно же, будут просто развлекаться в большинстве своем. И сейчас они катаются без прав. Многие берут машину, дают родителям эту машину, они катаются без всяких проблем. Просто мы знаем, что это заканчивается. Да. Когда ребенок с ранних лет тренируется, он уже это умеет. Это уже огромный плюс. И к 18 годам, к своей зрелости, когда он будет под присмотром взрослого, это наоборот здорово, что у него будет получаться набрать вот этот опыт. С точки зрения руководства одной из барнаульских автошкол представители Общероссийского народного фронта согласны, но отчасти. И аргументы приводят весомые. Вопрос-то такой непраздный. Ну, случилось ДТП, а что делать? Кто будет отвечать? Родители ребенка, так как он несовершеннолетний. А на кого будет оформлен, например, полис ОСАГО? Вот эти все вопросы, они просто приводят к тому, что большое количество подзаконных актов на федеральном уровне нужно будет внести изменения. Инициатива ГИБДД, по мнению Марины Панкрашовой, направлена исключительно на поддержку Общероссийского проекта юных инспекторов движения. Так, к 2024 году должны появиться тысячи отрядов, в которых дети от 8 лет будут основательно изучать правила поведения на дороге. А вот получение прав несовершеннолетними, уверена она, совсем другая история. И хотя 13-летний Влад не против стать обладателем корочек к своим 17, ведь он и сейчас умеет гораздо больше, чем многие курсанты возраста его родителей, не факт, что инициатива даже при поддержке со стороны ГИБДД в скором времени станет законом. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком.